МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Соблюдение требований безопасности с 1 января вступает в силу новое противопожарное правило. Твори добро! На базе 16-й школы стартовала благотворительная акция для онкобальных детей. Ёлка-фест саровских предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. Закроется в 7 вечера. Губернатор Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о повышенной готовности в связи с пандемией. На этот раз ограничения коснулись новогодней ночи. 31 декабря кафе, рестораны, бани и сауны должны закрыться для посетителей в 7 часов вечера. При этом работа на вынос не запрещена. Начать работу они смогут только в 8.00 1 января. Запрет распространяется на места общественного питания, расположенные в санаториях, базах отдыха, гостиницах. Но не касаются точек питания на вокзалах и аэропортах. Предприятия общепита, расположенные там, будут продолжать работу и после 19.00, однако там нельзя будет приобрести алкогольную продукцию, в том числе пиво. Глеб Никитин прокомментировал новые ограничения, заявив, что такой вариант оптимален для новогодней ночи. «Мы часто говорим, что Новый год – семейный праздник. В этот раз особенно важно встретить его в кругу самых близких людей», сказал глава региона. В остальные дни, начиная с 1 января, заведения смогут работать в привычном режиме. Между тем, доктор медицинских наук, врач-имонолог Владислав Джемчугов заявил о том, что Россия вышла на оплату по заболеваемости коронавирусом. Однако окончательное распространение остановится только после того, как с COVID-19 проконтактирует около 70% населения. Тогда начнется торможение и спуск, пояснил эксперт. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 27 328 случаев. 493 из них зарегистрировали в Нижегородской области. В Сарове за сутки зафиксировали 180 зараженных коронавирусом. 1 января в России вступят в силу новые противопожарные правила. Так, на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры. Также нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования около жилых садовых домов и объектов недвижимого имущества. С 1 января запрещается пользоваться газовым оборудованием и приборами, которые не прошли техническую проверку. Еще одна новость касается владельцев встраиваемой техники. Раньше между таким оборудованием и мебелью нужно было оставлять расстояние не менее 20 сантиметров. Теперь этот запрет сняли. Эксперты пришли к выводу, что технически это требование выполнить невозможно. В правилах появился отдельный раздел, посвященный использованию пиротехники. Главное, что стоит помнить, ответственность несет тот, кто устраивает фейерверк. В случае чего организаторы привлекут за последствия. Помимо соблюдения норм безопасности, он должен будет по окончании шоу осмотреть территорию и убрать все отработанные и не сработавшие изделия, чтобы ничего опасного не оставалось. За нарушение правил жителей будут штрафовать от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения до 5 тысяч. Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года, после чего их пересмотрят в соответствии с требованиями времени. С 15 по 18 декабря саровчане смогут сделать прививку от гриппа в выездном кабинете, который будет работать в комнате номер 117 Центра культуры и досуга в НИЭФ с 9 до 11 часов. Желающих будут прививать против гриппа вакциной Ультрикс. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России вступили в силу новые правила оформления больничных. Теперь лист нетрудоспособности можно оформить в электронном виде, а получить документ дистанционно. Так ухаживать за больным ребенком можно без ограничений по срокам. Но при этом оплачивать больничные будут за ограниченное количество дней. Не более 15 календарных дней по каждому случаю лечения ребенка и не свыше 45 календарных дней в году. ЛИС нетрудоспособности по беременности родом. С 14 декабря можно будет получить без личного визита к врачу. Больничный на бумажном носителе по-прежнему имеет силу. Путешественники смогут перенести поездку в рамках программы туров с кэшбэком, если в регионе введут ограничения по въезду. Ростуризмы уточнили, что сделать это можно по договоренности с туроператором или отелем. Однако срок переноса должен быть не позднее 31 декабря 2021 года. Начительный кэшбэк при этом сохраняется. Артем Мальцев завоевал бронзовую награду на этапе Кубка мира. В швейцарском Давосе по результатам индивидуальной гонки на 15 километров свободным стилем весь пьедестал почета заняли россияне. Артем Мальцев, представляющий Мордовию и Нижегородскую область, уступил чемпиону 39,5 секунды и завоевал бронзовую медаль. Слетал в командировку за 15 тысяч, а в бухгалтерию представил документы почти на 40 тысяч рублей. Саровчанин решил увеличить свой доход за счет государства и приложил к авансовому отчету недействительный электронный билет. Теперь ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Саровчанку ограбили в своей квартире. В правоохранительные органы обратился сын пострадавший. По его словам, из дома по улице Силкина-2 украли 2,5 тысячи рублей. Женщина знала преступника. Ранее она уже давала ему деньги в долг. За них злоумышленник приобрел алкоголь, но выпитого ему показалось мало. Он вернулся снова к женщине, попросил денежные средства. Она ему отказала, однако, увидев лежащие на полке деньги, он их похитил с применением насилия, то есть оттолкнув женщину, причинив ей ущерб. Материальный ущерб составил 2,5 тысячи рублей. Женщина не пострадала. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Грабителю грозят принудительные работы, штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до 8 лет. На прошлой неделе произошла еще одна кража. В период с 29 ноября по 9 декабря неизвестные вскрыли гараж в ГСК-7. Из него похитили 4 колеса на литых дисках стоимостью 14 тысяч рублей и другое имущество. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Данное преступление пока является нераскрытым. Видеокамер в ГСК достаточно мало. И этот проезд, ну еще пока нет видео, которое захватывает именно этот проезд, в котором находился данный гараж. За минувшую неделю в Сарове зарегистрировали 9 ДТП с материальным ущербом. 9 декабря вечером Саровсянин в районе 1-го КПП сбил лося. Водитель с места ДТП уехал. Это было по дороге на 1-й КПП. ДТП было зарегистрировано. Мы провели проверку. Водителя установили. И он привлечен к установленной законам административной ответственности. В зарегистрированных ДТП люди не пострадали. Перед Новым годом чудес ждут все без исключения. И взрослые, и дети с особенным трепетом ожидают исполнения желаний дети с онкологическими заболеваниями. Каждый день они доказывают всем, что жизнь – это чудо, которое нужно беречь. Подарить хорошее настроение детям из онкодиспансеров может каждый саровчанин. Как это сделать, расскажем в следующем репортаже. Этот неприметный стол в углу коридора 16-й школы легко спутать с обычным бюро находок. Местом, где собирают учебники, сменную обувь и другие вещи, которые забыли ученики. Но стоит присмотреться и с удивлением замечать, что канцелярские принадлежности аккуратно упакованы. А в прозрачных пакетах безошибочно угадываются знакомые контуры красочных коробок с игрушками прямиком из магазина. В преддверии новогодних праздников 16-я школа присоединилась к благотворительной акции «Сторона добрых дел». В данной акции мы помогаем детям, которые находятся на длительном лечении в Нижегородской клинической больнице детской в Нижнем Новгороде. В настоящий момент акция у нас действующая, она продлится до 30 декабря. Почувствовать себя волшебником и подарить ребятам из онкологического отделения частичку тепла под силу каждому. На вакте 16-й школы принимает любые подарки, кроме мягких, стеклянных и керамических игрушек. Это может быть маленькая машинка, кукла, увлекательная книга, краски, карандаши или что-то еще. Посылки из Сарова пополнят волшебные коробки храбрости, которые стоят в каждом процедурном кабинете. Сами подарки в больницу будут отправлены не на Новый год, а ближе к празднику Рождества. По той причине, что в новогодние праздники, как правило, из больницы дети стараются выехать домой. Поэтому подарки будут вручаться 7 или 8 января. 16-я школа участвует в благотворительных мероприятиях не первый год. По словам исполняющего обязанности директора Алексея Сильверстова, это важная часть воспитательной работы, которая помогает вырастить не только умных и целеустремленных, но и отзывчивых ребят. Мы видим, что с каждой акции количество детей, участвующих в акции, естественно, растет. К этому очень положительно относятся также и родители. Поэтому мы считаем, что акции достаточно нужные, важные не только больным детям, но и также нашим детям воспитывать в них все самое доброе, самое хорошее. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Создать новогоднее праздничное настроение вместе. Владельцам магазинов и офисов предлагают оформить фасады и входные группы своих организаций к Новому году. Центр поддержки предпринимательства объявил конкурс на лучшие украшения торговых площадей. Подробности в следующем репортаже. До праздников остаются считанные недели. И хотя Саров хорош в любое время года, эти дни пропитаны особым волшебством. Разноцветные гирлянды и декоративные иллюминации сливаются в пестрый калейдоскоп. Город утопает в огнях. Самые яркие из них льются с витрин магазинов, офисов и торговых центров. В преддверии праздника сделать свое заведение как можно более уютным и красочным старается каждый предприниматель. Чтобы отметить самых креативных, Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова и Центр поддержки предпринимательства запустили новогодний смотр-конкурс «Елка-фест». Изначально мы планировали сделать несколько номинаций конкурса. Это внутреннее оформление помещения и внешнее. Но приоритет все-таки отдаем внешней входной группе торговых точек, каких-то офисов наших предпринимателей, чтобы именно на улице было яркое праздничное настроение оформления. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сфотографировать празднично оформленный фасад своего офиса, магазины или организаций и опубликовать снимок в социальных сетях с хэштегом «Елка-фест». После чего отправить изображение вместе с заявкой на электронную почту Центра поддержки предпринимательства. mailsobaka.sarovbiz.ru Главное – это творческий подход. Не обязательно использовать какую-то динамическую подсветку. Конечно, это всегда красиво смотрится, но элементарные милые украшения гирлянды или постановка елки, украшенные собственными руками – это всегда очень красиво и мило. Итоги конкурса «Елка-фест» подведут в два этапа. Первыми при помощи открытого интернет-голосования авторов лучшего новогоднего оформления выберут жители города. Затем свое слово скажет экспертный совет, в который вошли представители Думы и администрации. Им предстоит назвать победителя в номинации «Экспертное мнение». Всех лауреатов ждут дипломы, благодарственные письма и, конечно же, призы. У нас разыгрываться будет ужин на несколько персон в одном из ресторанов нашего города. Фотосессия в красивой фотостудии. Крупные фейерверки, большие упаковки будут, хороших фейерверков, чтобы предприниматели смогли своими коллективами поднять себе настроение и украсить свой предпраздничный вечер. А еще уникальный набор керамической посуды, которую по индивидуальным эскизам изготовит один из сарусских мастеров. Работа на конкурс «Елка-фест» будут принимать всю неделю. Первые 20 участников получат новогодний мешочек с мешурой, гирляндой, новогодними шарами и вкусными подарками. Всего пара ложек меда в день укрепят ваш иммунитет и наполнен жизненной энергией. Впрочем, мед меду рознь полезен только натуральный, без химических усилителей вкуса и консервантов. Найти такой можно у настоящих пчеловодов, которые собирают мед на собственных пасеках. В Сарове натуральный мед свежего урожая представлен на ярмарке в Ледовом дворце. Мед со своей пасеки – это гарантия его высокого качества. Виктор Доценко – пчеловод в четвертом поколении. Многие годы они собирают мед на просторах страны и предлагают покупателям множество его сортов. У нас более 20 сортов меда, начиная с Краснодарского края, акация, каштан, и к северу Волгоградской области, и к клеверу, черноклену и так далее. В Саров на медовый ярмарку пчеловоды привезли мед свежего урожая. Каждого покупателя они готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором. Конечно, полезен любой мед, если он натуральный. Всего пара ложек лакомства каждый день укрепят иммунитет и наполнят жизненной энергией. Но в зависимости от потребностей можно подобрать сорт меда, который поможет скорректировать проблемы со здоровьем. У каждого сорта меда есть немножко направленность, либо что-то для сердца, либо кровообращение, либо идет для суставов, простудные липы, для простудных заболеваний, с прополисом. Мед – природный антиоксидант и помогает организму справиться с вредными микробами и бактериями. Это как нельзя актуально сейчас, в период разгула вирусов. Некоторые сорта меда, например, мед акации, считаются гипоаллергенными и подходят для детей, а также для диабетиков. Кроме того, на медовой ярмарке можно найти и продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу. Также в продаже – чайные сборы алтайских трав. На покупку трех килограммов меда действуют акционные цены. Всю выбранную продукцию пчеловоды Доценко готовы доставить вам домой. По телефону люди заказывают, также бабушки, дедушки, которые пожилые, которым сейчас проблемно куда-то ходить, либо просто по морозу неохотно ходить. То есть мы производим доставочку. Заказать доставку можно по телефону 8 927 503 1447. Медовая ярмарка будет работать в Сарове до пятницы, 18 декабря включительно. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова